Вот я даже хотел немножко начать вот еще с одного сюжета, просто у нас вчера тут из МГУ приезжал парень, такой известный журналист, там завкафедрой медиа чего-то там в МГУ, и он там с таким удовольствием начал рассказывать, что сейчас опять идеи Вернадского про новую сферу каким-то образом начинают оживать, что вот это информационное пространство, которое дает возможность создать вот эти места хранения там любой информации, то есть в принципе там любую статью, любой дипломный проект, все это можно занести в базы данных, и они становятся в доступе полном, то есть в общем-то бесконечная возможность для развития знания, то есть знание сейчас как бы становится открытым, но он-то его пафосная идея была в том, что оно как раз сейчас очень хаотично и не очень сбалансировано представлено в интернете, и поэтому люди, собственно говоря, превращаются в таких вот поверхностных потребителей знаний, и для них знание это просто поток информации, в котором они даже не успевают каким-то образом что-либо слепить, и уже даже личность как таковой отсутствует, а есть такая, как он сказал, волновая функция, то есть люди пребывают в неком волнении по поводу текущего информационного процесса, информационного процесса, причем он это называл там, что это как бы новая стадия развития, но на самом деле я вот послушал, послушал и понял, что люди не понимают совершенно простых таких вот сюжетных линий, что количество информации ничего не добавляет к знанию, знание это вообще не об этом, то есть вот чем знание отличается от информированности, вопрос такой. Ну, голова может быть хорошо устроена и хорошо наполнена. Да. То есть если она хорошо устроена, то в принципе это вот как таковые знания. Да. Больше ничего не нужно. Совершенно верно. А лишнее наполнение... Правильно, то есть в принципе обучение, оно должно действительно делать вот это, уметь у человека создать устройство головы, чтобы оно само могло работать со знанием, причем даже еще лучше бы, чтобы оно само из себя знание могло извлекать, как говорили древние философы, он Гератлид говорил. Я сам от себя научился, не следовал никакому авторитету. Действительно, те люди, которые продуцируют знания, они потому что продуцируют, что не повторяют кого-то, а создают... Генерируют. Да, генерируют собственную идею или собственную... И вот спрашивается, что произошло вот с этим знанием в истории последних нескольких тысячелетий. А произошла ужасная трагическая ситуация. Дело в том, что вот еще Платон говорил, что знание умерло, когда появились книги. Хотя многие говорят, книга – источник знания. Ну, горький такой афоризм в школе всем. Любите книгу – источник знания. А Платон говорил, что с появлением книг знание умерло. Знание существовало только тогда, когда учитель ученику передавал какой-то свой опыт. Причем он это делал, наблюдая за этим учеником, понимая, что он его может воспринять, этот опыт. Он сейчас к этому готов. Сейчас у него есть какие-то, ну, скажем, настройки, которые способны... И тогда он то, что нужно вот в этот момент, он ему и передавал. Таким образом, даже не столько передавал, сколько он видел, как в человеке открыть вот эти ресурсы, чтобы он сам становился знающим. То есть, учитель, в принципе, его основная задача была в древности, передавая устную традицию, на самом деле, не передавать информацию, а открывать в человеке... Волоке. Да, то же самое, то есть, чтобы он следующим учителем становился. А когда книга появилась, то теперь любой балбес может взять эту книгу, в каком он состоянии находится, готов он ее воспринимать, начитаться ее, как-то это у него там уложится, и затем их повторять эти сюжеты. И таким образом, вот, к сожалению, вот действительно философия, вот весь 20... вплоть до 20 века, она постепенно умирала, 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 потому что вместо философии преподавали историю философии, например, в университетах. Где людей просто учили читать философов и разговаривать на темы, которые они прочитали. И большинство философских трактатов — это просто цитаты из других каких-то вот философов. Как говорил еще Хайдегер, такой был известный немецкий философ, что философия умерла вот именно после Платона, и вся остальная история философии — это всего лишь цитирование Платона. То есть больше ничего не создано было. И вот действительно, как бы, эта книга, казалось бы, сейчас вот все говорят о том, что вот люди перестали считать, теперь знаний нету, теперь вот они вообще вместо книги имеют эти наборы информационных каких-то хранилищ, из которых они в любой момент могут что-то достать. Но это вообще, действительно, это даже следующая стадия упадка знания. То есть если книга еще худо-бедно, там человек мог с ней сидеть и все-таки войти там в медитацию и начать спорить с автором и что-то там такое воспроизводить, то теперь он просто не успевает этого делать, потому что тот поток информации, который идет сейчас в интернете, там в телевидении, где угодно, там вообще даже не остается вот этого человека, который о чем-то думает. Он просто становится таким каналом, через который вот эта вся информация текет, 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 текет. То есть личности даже сформироваться не может. Вот действительно прав вот этот парень, который говорил, что люди превратились уже из людей в волну, то есть некая волновая функция, которая там занимается определенным сектором экономики, там бизнеса, там, я не знаю, образования, там или еще что-то. Там люди просто как некие такие сгустки энергии трепыхаются, а как такового знания-то в каждом человеке нету и оно невозможно, потому что что можно, я вот помню, когда появился сканер вначале, вот я как бы прошел все этапы развития вот этих информационных технологий, у меня уже в 94-м году был индивидуальный PC, Pentium 386 за полторы тысячи долларов, а в то время это автомобиль можно было купить. То есть и вот этот, я смотрел, и когда появился сканер, я думал, все, счастье возможно. Теперь я буду статьи писать как орехи, потому что берешь любую книжку, сканируешь ее, цитировать, чтобы просто берешь и перекидываешь эти файлы, то есть сидишь просто и занимаешься сборкой этих самых статей, что так это легко, что не надо идти в библиотеку, выписывать эти цитаты, там, искать их, это самое, ты их можешь каталогизировать, по нужным словам там поиски, все сейчас, когда начали появляться поисковые системы, что можно любого автора, любую цитату, он просто вот там в угол набираешь и тебе выкидывает. Все, счастье. В итоге я ничего не пишу, и вообще писать даже уже смысла никакого не вижу, потому что это билиберда полная. То есть я пишу только тогда, когда мне надо отчитаться по научной работе, там, одну-две статьи в год, какой-нибудь там в местный журнал университета. Все. И самое главное бессмысленно, что если ты эту статью написал, да никто ее читать не будет, никому не нужно. Никто не может осилить текста больше полстраницы. Много букв, да, много букв. Причем, ладно, это какие-нибудь лабухи там в ВКонтакте или еще что-то. Это и там люди, которые у меня там серьезные друзья, которые там журналисты, там еще что-то. То же самое. Никому знания не нужно. Все просто сидят в таком информационном облаке. И действительно, вот, а где человек? Где человек? Рефлексия. Он рефлексирует. Да, он, да. Набор каких-то входных данных и выходные рефлексии. Да, и рефлексирует, совершенно верно. Хотя, я говорю, в это же время появилось, кажется, как бы новое, то есть, это, знаете, как есть тоже рассуждение такое о диалектическом развитии. Набирается некое количество, и оно переходит в некое качество. То есть, действительно, на поле вот этого аморфного, этого пространства, вдруг совершенно очевидно снова стал вопрос, а где же знания? То есть, вот старая парадигма, где вот она была записана там в учебниках, в книгах, там или еще что-то, она больше никого не интересует. То есть, появились там люди, которые как бы заново начали разговаривать. То есть, причем там начинают совершенно с сумасшедших и заканчивая, в общем-то, всякими просветленными. То есть, я говорю, что такое количество просветленных, которые сейчас в свободном доступе имеются, в информационном, да его никогда не было. Днем с огнем их искали, найти не могли. Где бы найти человека, который мог бы что-то говорить вот из себя и каким-то образом продуцировать это. Сейчас их там десятки, ну, причем в их ряду находятся действительно реально люди, которые, то есть, ты видишь, энергия идет, то есть, человек продуцирует знания, то есть, у него открыт этот самый канал беспредельности. То есть, без напряжения, без всяких книжек, цитат, без лекционных подготовок, автоматически так. На любые вопросы, любые ответы, все сейчас возможно. Но это знание, оно не будет собираться, опять же, в библиотеке, в учебнике, потому что его беспысленно собирать. Этот уже путь пройден был. Один раз мы уже собирали знания в библиотеке, в учебнике, и вот в этой информационной библиотеке, которая сейчас там еще носится по инерции эти люди и думают, что они что-то создают очень важное и нужное, что вот эта информация, она там будет кем-то востребована. Вот она пустая, там, на 99%. Я говорю, это знание, оно умерло еще тогда, когда начали писать книги, а стали цитировать друг друга. И еще что-то такое делать. Эта информация, ну, я говорю, и самое главное, что самому человеку она не нужна. То есть, вот, человеку вот гораздо больше пользы было бы, если бы он взял там, например, очень внимательно там прочитал какую-нибудь книгу Достоевского. Для саморазвития, для понимания каких-то собственных состояний, там, или еще что-то. Ну, или какую-нибудь другую книгу, которая ему нравится и вызывает какие-то чувства, отклики, мысли. Это гораздо лучше, чем он будет по два часа из интернета там скачивать последние достижения, там, хай-тека, науки, там, политики или еще что-то. Может быть, кто-нибудь увидит, что вы автор какой-то статьи, которую вы написали, ее прочитает, и станет, что вы автор, даже если там будет много. Ну, в принципе, такие вариации возможны, и, может быть, для кого-то даже интересны. И даже иногда люди обращаются к тому. Люди Достоевского сейчас читают. В принципе, здесь даже вот я опять, конечно, совершаю ошибку, говоря о каких-то людях, о каких-то массах и тенденциях исторических. Конечно же, все это надо привязывать, прежде всего, к своей личной истории. То есть, вот, я на себе заметил, что я перестаю развиваться, когда я трачу время на интернет-технологии. Или на телевидение. Или на какие-то современные информационные процессы. Там меня не остается. Я же разговариваю сейчас о своем опыте и свое видении. То есть, в моем видении... Вы ругаете современность, правильно? Да. Это называется критическая теория. Это не я начал, это еще начал Шпенглер. Да вообще, практически любой философ, более-менее здравомыслящий в середине и в начале 20 века, они все поняли, какая задница, куда мы катимся и чему мы все пришли. Я бы немножко обобщил этот момент. То есть, не то, что современность или технология, а тенденция такая, что человечество вроде как умнеет, а человек глупеет. Ну вот, да, я почему и говорил, что... То есть, человечество вроде технология, математика, физика, биология, биохи... Да, то есть, достижения, статей, все современные. Они очень космос, они очень все... В глобальном очень все... А вот так гнешь пальцами человека, но ты... Знание берется. И вот тут как раз, к сожалению, сразу ум начинает искать источник информации, вместо того, чтобы искать его в себе. Правильно? Даже вот узнать о том... А как генерируется знание. Да, как генерируется знание. Пойдем-ка мы вот почитаем такие-то книги или там сходим к такому-то человеку, может быть он что-нибудь расскажет. Понятно, да? И обычно те, кто рассказывает, там в телевизоре и в интернете, из этого рассказа, вот ну никак не генерируется. Они просто отсылают к следующему знанию, к следующему знанию, к следующему знанию. И человек потек, потек, потек. И вот он уже не замечает, как там большая часть жизни прошла, а он так и не открыл в себе источник знания. А все даже наоборот. Чем дальше, тем у него этот источник все глуше, 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 глуше. А где вот этот источник? Творить надо. Творить. Источник знания это когда ты творишь, когда ты делаешь то, чего не было. Да. Тогда ты создаешь. Да. Когда ты что-то ищешь, пытаешься найти, прочитать, услышать, увидеть, ты копируешь. Да. Но дело в том, что вот это творить, оно привело к появлению такого феномена, как современное искусство. Что там, чем ты сильнее выпендришься, вот основная задача это сделать какой-то такой... Назвари. Да. Что-то как-то вот выпендриться так, чтобы другие этого вот еще не делали до этого. Я говорю, есть даже кино такое, как Ишкетана там играет, вот этого художника, который хочет угнаться за вот новым направлением в искусстве и все время не успевает. Ну, не интересно, а вот новое искусство и современное, как вы скажете, и несовременное. Несовременное значит подражание, а современное это значит что-то новое, да? Да. Попытки, попытки, потому что, ну, просто я для себя, как не... Ну, нет, это искусство вообще, его феномен такой, что когда человек занимается искусством, он творит, вот как правильно сказал. А раз творит, значит, должен создавать нечто новое, а значит, не идти в конве в каком-то старом. Не обязательно, не обязательно новое, не обязательно, ну, точнее, того, что не было. Ты можешь сотворить табуреток, ты можешь сотворить стол, ты можешь сотворить то, чего не было, ты создаешь. Вот как раз, значит, оказывается, это не вещь, которой не было, а некое состояние твое в этой вещи, которого не было. Ну, этой вещи не было, стола не было, которую я сделал. Нет, если ты стол сделал по модели, которую сделал кто-то... Нет, без модели. Я не было стола, я взял его и сделал. Ты можешь сделать стол такого, которого не было? Вот это и есть творение. То есть я сотворил то, чего не было. Как выглядит? Если он на четырех ногах и плоскую поверхность имеет, такое было. Ну-ка расскажи про стол, которого не было. Он может быть не плоский. Точно. И на одной ноге. Такой тоже стол был. И без ног, без ног. И без столешницы. Как искусство. Кто больше не кандрится, все равно плачет. То есть можно сделать то, чего не было. Вот мы сразу говорим, как это сделать. Нет, ну просто даже как бы он будет плоский, с плоским, но именно этого стола не было никогда. Нет, понятно, что... Потому что его сделал я, своими руками он будет уникальный. Это твое мнение. Дальше приходят искусствоведы. Да, искусствоведы говорят, да он сделал такой же стол, как в прошлом году. Это знаете, как... Да, это был фильм такой. Где-то я это уже видел. Фильм, я сейчас вспомню, там, где играет Абдулов-то, про волшебник-то, который... Обыкновенное чудо, да. Там охотник был, говорит, я вот 90-99 животных убил. И говорит, но больше не охочусь. Потому что если я сейчас стрельну, завистники скажут, а что он нового внес в охоту, а как вот он убил его по-новому. Да ничего. Поэтому я больше не охочусь. Поэтому творцам вообще большая проблема сделать стол, которого не было. То есть это, во-первых, это мы должны выпрыгнуть из всех стандартов. Нет, для тебя он... Ты не делал никогда столов, он новый. Но все это понимают, что... Понятно, что каждый стол уникален. В нем там какой-нибудь дефект есть, которого нет в другом столе. Но это не критерий. Если мы говорим о творчестве, это должно быть... Это должен быть iPhone, то есть то, чего не было раньше. Да, да. Вот iPhone, они в этом... Но опять же уже сейчас видите... Нет, нет. iPhone это то, что сделано... Это социально. Первый iPhone был... Это вот такой... Да, да, да. Первый iPod, первый компьютер, первый ноутбук. Это вот то, чего не было. Это можно называть таким творчеством. Творчеством. Да, творением. Но вот я говорю, как вот эти творцы создают то, чего не сотворяют. И как к этому состоянию, ну как бы прийти к каждому человеку. Ведь идея это... Делать. Делать. Не делая... Не гулять в этом, может, информационном. Делать. Вот я говорю, если ты делаешь, ты сразу начинаешь интересоваться о стилях, об направлениях, об инструментах, как сделать правильно, как сделать... Если ты хочешь сделать, вот я говорю, стол, которого не было, ну вот сейчас можем там придумать, например, сделать его из мякиша хлеба. Ну, видите, выпины все же как-то. Но это я просто уже пошел в современное искусство. Вот они там из вальнок делают, там, я не знаю, из говна, извините. Так нет, а я не понимаю, а вот задача-то вот, как вы скажете, на то, что... Задача... Каждая проснулась тягой к творчеству, да? Нет, не тяга к творчеству. То, что ты назвал тягой творчества, это тебе в школе объяснили. А вот открыть творчество как самобытие. А вот творчество не будет являться усовершенствованием? Нет, не будет. Творчество, это я говорю, это твой уникальный вклад в мироздание. Так он уникальный. Вот, допустим, вот так вот это раскрывается, а вот через день, там, вот так будет раскрываться. Да, вот это уже, ты уже начал идти по современному искусству. И тебе скажут, что вот так уже тоже было, и вот так тоже было, и вот так тоже было. Нет, так это плохо, разве? Нет, если ты будешь просто думать, как тебе вывернуться, чтобы не так было, как у других, это уже было. Это называется, там, нигилизм, или, там, нарушение всех шаблонов, там, я не знаю, постмодернизм. Как это, нон-конформизм? Нон-конформизм, это уже все было, то есть выпендриться нельзя. То есть, как бы ты не вывернулся. Нет, мы не ищем, ну, как бы вы говорите, не то, чтобы выпендриться, а именно, чтобы творчество проявить себя. А вот как это? Вот я тебя и спрашиваю. От того, что ты говоришь, давайте творчество проявим, это вот ни о чем. А усовершенствование существующих предметов, это не я? Нет, не творчество. Почему нет? Все усовершенствуют постоянно. Ну, кто-то идет, своими делами занимается, он вообще даже не обращает внимания, вот, ну, не знаю, сколько лет. Но тех, кто занимает усовершенствованием, их творцами не называют. Их так и называют, там, ремесленники, мастера, там, еще что-то. Кто может делать... Ну, может, что, что их не называют, ну, я не знаю, а вот... Еще раз говорю, это... Мы сейчас не хотим выйти в пространство, где мы там занимаемся изготовлением столов или еще что-то. Да, действительно, там есть сложные навыки. Даже вот я говорю, вот в музыке, да, вот музыка, она в этом плане гораздо лучше, потому что в ней больше возможностей для творчества. И тоже все уже было. И тоже все уже было. И уже там всякую гадость, и на пиле играли, там, я не знаю, пукали художественно, там, что только не делали. Все уже. Тоже, а где же теперь мне проявить творчество, если даже в музыке, где это было легче всего сделать, потому что можно всегда струну дернуть как-то по-другому. А все-таки со стамеской, с инструментами, с токарными станками здесь все будет все равно в чертеже вгоняться и в геометрии какие-то. А даже здесь ничего нельзя сделать. То есть вообще пространство, вот я говорю, в современном мире не осталось, где ты можешь быть творческим. Куда бы ты ни плюнул, ты пойдешь по рельсам. Не, в музыке все равно появляются сейчас вещи, которые, они новые. Это они думают, что они новые. Это просто... В основном все равно это как бы синтез того, что уже было. Тот, кто сочинил, или их последователи. А я говорю, критики или еще кто-нибудь. Потому что мы сейчас рассуждаем о новом, это просто как не сделать так, как было до этого. А этот путь, это уже направление, пойти наперекор канонам. Здесь еще есть один момент, который можно высказать. То, что человек, который творит, и в случае, если он делает что-то, что уже было, но он не знает, делает это не зная, то, по сути, он сотворил это, но второй раз. То есть, ну, допустим, он не знал, что такое было. Так это, я говорю, это надо, чтобы в человеке возникло вот это чистое бытие, где бы ему ничто не диктовало, как нужно делать. То есть, чтобы у него не было информации по данному предмету, в данной области, а он это раз и создал. Да, совершенно верно. Тогда он творец. Тогда он творец. То есть, в итоге он может создать стол, но это он должен создать не как вот создание, а это должно произойти в нем какое-то творческое движение. А это значит, он должен уже быть творческой вот этой генерирующей личности. Сейчас, значит, что я пытался доказать, в итоге я доказал, что человек может создать стол в современности. Конечно. И это будет уникальный стол именно для этого человека, потому что он никогда не занимался этим. Только в том случае, если он находился в состоянии уникальности. Если же он в нем не находился, а просто подумал, вот как вы, то это не будет столом. Столом это будет только когда он находится в состоянии уникальности. Поэтому сами вещи ничего не объясняют. Поэтому я говорю, наша задача не то, как делать уникальные вещи и быть в творческом, а то, как развить вот это состояние, когда вы видите мир, как будто он первый раз перед вами. Вот весь прикол в чем. То есть, как сделать так, чтобы мир был перед вами открытым, а не вот уже зашоренными концертами. Невозможно. Невозможно, потому что всю жизнь, что ты слышишь, видишь, оно у тебя как... Итак, тогда мы спрашиваем, для кого это невозможно? Для кого? Для кого это невозможно? Это для личности невозможно, для дискурсивного ума. Чем вы будете это делать, если вы не... Стоп, а вот тут сразу, ну помните, мы говорили, а кто ты, кто ты, кто ты? Это все, стоп, здесь вы сейчас творите. Кто ты? А кто будет делать стол? Подожди. Вот нет. Какая я из тебя делает стол? Кто делает? Тот, кто информирован о столах, тогда это не стол, тогда это будет повторение. Тот, кто стола ни разу не видел и не слышал, есть в тебе такой, кто не знает о столах? Нет. Ну как же нету? Нет. Нет. Потому что голографически все... Голографически? Это ты сейчас... Друг на друга. У тебя есть такой товарищ? Я не могу вот это убрать. Можешь. В том-то и дело, что можешь. Весь прикол, это как раз как это сделать. Что сейчас задача-то не вот войти вот в этот голографический мир, где все уже там структурировано себя повторять. Потому что о голографическом мире ты мыслишь своим умом. Это ум тебя... Подожди, подожди. Это ум удерживает некую историю о голографическом мире и все вот эти истории о творчестве, нетворчестве и всех остальных прочих. Пока ты это делаешь умом, ты никогда не сделаешь творческое действие. Значит... Нет, это тоже методы такие уже были, да. Это можно и наркотиков поесть и съездить там, я не знаю, к туземцам, айаваску попить там или еще что-нибудь. Здесь вопрос такой, что есть ли в тебе некто, кто не встроен вот в эту систему, в которой все вещи каким-то образом определены и названы, и там научно обоснованы, или же ты это и есть вот тот, кто повторяет вот эти... Тогда ты все, ты находишься вот в этой матрице, и ты только повторятель, и никакого творчества ты не сделаешь. Даже если ты будешь об этом говорить и думать, что ты творческий человек. Творческий человек, это ты когда делаешь того, чего не было. А значит, ты не знаешь о том, что существует. А значит, это ты делаешь не умом, а кем. Есть у тебя состояние, где ты не умный? Я просто вспоминаю, что бывает, можно делать то, чего еще не было, действительно. Да, можно. Это ты когда в таком состоянии находишься, когда ты ум не подключаешь, не включаешь анализатора. Значит, оказывается, это умный и есть в тебе. Ты решаешь момент, как сделать в процессе, не опираясь на прошлое знание, а опираясь на ситуацию в данный момент. А что значит в данный момент, если ты все равно будешь в данный момент? Нет, ну это не к столу, это к каким-то сложным задачам. Да, к любым. Каким-то сложным. Все равно там везде умственные будут тебе эти самые расстановки даваться. Будут взвешиваться что-то, логически анализироваться. Это творчество, оно спонтанно, в нем как раз, оно может быть и в... Только действительно, когда ты решаешь сложные задачи, большая проблема, там очень трудно зазор оставить для вот этого спонтанного состояния. Потому что туда автоматически вкладываются уже вот эти простроенные ресурсы всевозможные. Там очень трудно зазор этот, поэтому я говорю, вот обычно в математике, там физике или еще что-то, там все взаимосвязано, взаимосбалансировано. Они там как бы все время за одну ниточку потянешь, другая начинает воздействовать. И причем это все... Единственное, что там весь прикол. Вот, почему математика хороша. Что она работает с тем предметом, которого как раз не существует. То есть они балансируют и сводят всякие законы и закономерности с несуществующим объектом. И поэтому вся математика это бесконечный творческий акт. Они таким образом обманули реальность. То есть они работают с тем, чего нету. Ну там с цифрами. Все мы работаем с математикой. С математикой вообще... Считать. Нет, считать деньги это не математика. Ну а что это в науке? Математика это... у нее там есть свои алгоритмы и правила... То есть уже математику начинают преподавать. Да, начинают. Вот, к сожалению, вместо математики там преподают счет. И там вот совершенно убогое состояние. Яблок и яблок и яблок. Да. Там совершенно забивают у человека. И вот из школы математика... По-моему, математики все нормальные. Они создают спецшколы. Чтобы там выбить из людей вот это состояние того... Тук-тук-тук, заходи, кто там, где вас заставляют решать задачи и получать оценки. А стараются выгнать в человек, чтобы он свободно начинал мыслить. Тогда этих людей уже берут в математике и видят. Вот у этого свободный ум, из этого можно математикой сделать. А если он вот такой квадратно-гнездовым образом выстроенный и зашоренный, то такого в математике обычно и не берут. Потому что математик это тот, кто работает с безобъектными объектами. Вот у них, да, вот, кстати, математика в этом плане... Даже Платон говорит, что к нему в академию, у него был плакат написан, не войдет тот, кто не изучал геометрию. Но геометрия-то и математикой тогда была. Только человек, у которого ум работает сам с собой, а не с объективными закономерностями, может понимать, что такое философия. Если он ум не тренировал вот этими безобъектными закономерностями, то он, соответственно, не может постигать то, о чем философия рассуждает. Вот как раз я-то сейчас вас выгоняю в поле о том, о чем рассуждает философия. Найти, где вы являетесь безобъектным. Но как же не сидеть, если есть люди, которые творят? Раз они творят, значит, они творят это с безобъектного. Что-то видит на основании предыдущего опыта, видит дальше. Если бы они на основании предыдущего опыта... Так вот в том-то и дело, они вот... Вот кто-то из предыдущего опыта, он не видит, а вот тот, кто может видеть, он даже из предыдущего опыта видит то, чего другие не видят. Поэтому опыт это не опыт, а главное уметь видеть то, что не видят другие. Но для этого не обязательно, чтобы кто-то во мне сидел, кроме того... А кто же тогда будет видеть то, что не видят другие? Ну там и самые обезьяны, которые превратились... Обезьяны ни во что не превратились, они так и сидят на деревьях. Вот уже сидят вот здесь, вот перед головой? Нет, здесь сидят люди, которые как раз умеют видеть. Которые долго-долго шли от обезьян к человеку. Вот и все. Нет, если бы обезьяны шли к человеку, у нас бы было много обезьян, которые бы сейчас переходили к человеку. Но, к сожалению, ничего такого больше в природе не происходит. Только одна обезьяна, почему-то перешла к человеку. Ну потому что она была не обезьяной, а была человеком сразу. Ну не со мной надо говорить, этот спор не лишался, и уже не раз. Да, я вполне уверен, что у вас есть какие-то концепции, где у вас этот спор решен. Поэтому здесь тогда обсуждать нечего, все, можно расходиться. Я же как раз рассуждал на ту тему, где люди еще оставили для себя открытую. Мы же можем оставаться вот на обсуждать что-то... Нет, это в телевизоре. Вот туда можешь идти и там обсуждать. Нет, не надо в телевизоре. А зачем вы посылаете в телевизор, если вы... Ну там обсуждают то, что уже всем очевидно. Почему всем очевидно? Ну тебе, ты же рассказываешь мне, говоришь, мне же очевидно, что мы от обезьян. Мы пытались каждому вот втолкнуть мысль о том, что мы вот нечто большее, чем животное. Я к тебе хочу, чтобы ты перестал быть животным, а начал вот как бы осознавать. Ты же для этого пришел. Ну кроме этого, есть же что-то другое, что может убежать вас. Что другое? Ну любопытство. Любопытство. Хорошая тема. Мы уже тоже про нее говорили. Я называю это четвертым... Как это называется? Да, сестилосов. Хуже. Хуже гораздо. Я забыл. У тебя свои концепции есть. Ну это творчество. Это творчество. Все хорошо. Кусор и яс. Итак, возвращаемся, хотя ты нас все время тупить пытаешься, возвращаемся к тому, что есть некая в нас сущностная конструкция, которая способна работать с безобъектными объектами и которая способна заниматься вот этим творческим открыванием чего-то, чего не было открыто до этого. Причем это не берется из опыта, потому что первый, кто открыл что-то первое, он это брал не из опыта. И вообще большинство понятий, которые существуют как понятия, они в опыте не содержатся. То есть... Может, они содержатся, может, это просто опыт из разных сфер. Это очень легко проверяется прямо сейчас. Где у тебя содержится в опыте, например, круглое? В опыте круглое. Да. Хороший вопрос. То есть у тебя есть понятие круглого, и ты его можешь сказать. Яблоко круглое, планета круглое. То есть ты это понятие прикладываешь к объекту и наделяешь его этим качеством. Потому что объектов круглых вообще в природе не существует. Их только начали делать, когда появилась геометрия. Круглый. А тогда откуда человек узнал о круглости, если яблоко это яблоко, это не круглое. Там пень это пень, это не круглое. Круглость... Замените слово круглое, яблочное. Точно, молодец. Вот заменили и все, и все работает. Нет, не все работает. Потому что само слово яблоко тоже не существует. Потому что яблоко бывает, антоновка, там еще что-то маленькое. Почему это... Обобщем... Общее понятие. Молодец. То есть у нас ум создает общие понятия и при помощи них дифференцирует объекты. Не объекты создают общие понятия, а общие понятия помогают дифференцировать объекты. Почему не объекты? Потому что в объекте общих понятий не содержится, там конкретное явление всегда. Ну и что? И как ты возьмешь из конкрет... Вот животные почему не имеют... Я собрал и я... Подожди, почему животные не имеют общих понятий? Потому что они работают с конкретными явлениями. Общими понятиями работает ум, потому что они существуют в уме до опыта. В опыте не содержится ни круг, ни квадрат, ни единица, ни человек. Это все общие понятия. Вот что значит не работать животные с обобщенными понятиями? А то и важно. Что это означает? У меня нету математики, этики. У меня собака есть. Ну вот скажите, какой пример? Что она не знает, что все яблоки круглые. Да. Не знает? Я знаю, что он не знает. Ну попробуй у него знать. У тебя есть собака, поговори с ней. Я вот не показываю ему мячик. Я ему говорю, мячик. Ну? И он понимает, что это что-то происходит. Академика Павлова, академика, почитаем. Тебе объяснит, как у собаки появилось представление о том, что когда ты говоришь мячик, это мячик. Академик Павлов очень хорошо это... Это не отличается от того, что вот о том, о чем говорите вы, применительно к людям. О том, что как ты не звони, не звони, создать... Павлова, павлова. Как ты не вырабатывай рефлекс, никакого у тебя не возникнет понятия, которого не существует в реальности. Из рефлексов. А у человека эти все понятия весь мир так описывают. Как? Вот так. Это человек, это круглые, это квадратные, это плоские. Любое слово, оно не существует в реальности. Это понятие. Причем оно общее понятие. Ни одного был такой Вингенштейн, Бертран Рассел, которые пытались найти атомы в языке. И понять, какие слова, несут самое чистое понятие. Не нашли. Нет понятий, которые бы сами себе были равны, как реальные объекты. Все понятия являются обобщенными. И вот все, что ты называешь человек, стул, это даже не конкретный предмет. Потому что я говорю, вот мы про стол правильно говорим. Каждый стол уникален. В нем есть маленький дефект, который его выделяет. Но мы его называем столом. Круглый он на одной ножке, на четырех. Это все понятие стол. У нас есть понятие столов на трех ножках. Но на трех ножках тоже нету столов таких. Это все разные столы. Все явления, всегда у них... Каждое явление единично. Его не существует. А все, что говорит человек, там, человек, там, небо, земля, атомы, молекулы, это все обобщенные понятия, которые в реальности не существуют. А существуют лишь как некие абстракции ума. Не понятия о предметах. Ну, о предметах мы судим при помощи слов. То есть мы живем, даже вот еще хуже получается, что мы с вами сейчас даже находимся не в реальности, а в том, как мы об этой реальности думаем. Или как нас приучили о ней думать. То есть мы действительно находимся в матрице. Почему это называется сном, например, в буддизме? Что это такое сновидение, в котором у нас есть понятие для называния чего-то там, что на самом деле, вот, скажем, с точки зрения науки, существует как энергия. Вот это все энергия. Ну, или как в матрице, это циферки. Если бы мы сидели... А так это просто энергия. Разное состояние энергии. Но мы эту энергию, потому что у нас в уме есть понятие чайника, мы раз, хоп, ее визуализировали. И даже у нас в мозгу есть такой центр, который эту картинку воспроизводит не как движение энергии, а как вот некое привязанное... Потому что если бы у меня не было понятия с этого самого чайника, я бы чайник не видел. Я мог видеть все, что угодно. На что похож? Например, я думал бы, что это такая птичка. Ну, похож на птички носик там, что-то. Я бы даже... У меня даже не возникало никакой вибрации, связанной с что-то это чайник. То есть, о чайнике я знаю только потому, что у меня есть некое обобщенное... Причем в самом чайнике это понятие не содержится, потому что, мы уже говорили, все чайники уникальны. То есть, у нас есть... Не просто у нас, это ум. Он так и состоит. Ум, он сам себе нагородил при помощи своих понятий некое представление об уме, об человеке, о возможностях творчества. Обыденно, на самом деле все проще. Проще. Чуть-чуть проще. Вообще просто. Это распознавание образов, основанное на действии нейронной сети. Нейронная сеть на чем основана? Очень быстренько, быстренько... Подожди, чтобы нейронная сеть опознала, у нее должен быть прообраз? Да. А вот как он появился? Она вот про образ, один раз ты вот что-то увидел, этот допустим... А откуда она знает, что ты это увидел, если прообраза нету? Нет, я про... Подожди, первый образ. Чтобы появился первый образ, должен быть прообраз. Свет. Нет, чтобы распознать что-то, да, надо с чем-то сравнивать. Нет, оно... Вот животные, они все распознают, но у них ни для чего нету образов, потому что у них нету... А нейронная сеть есть. Что значит, они распознают, но у них нет образа? Нет образов. У них нет образа чайника. Что значит, они распознают? Распознают. Она один раз увидела объект... Нет, они реагируют. Можно есть, нельзя есть. Опасность есть, нет опасности. Второй раз этот объект уже рисует, что это... Нет, она его не рисует, она просто заложила. Опасность не опасность. А вот мы его рисуем. Объект она идентифицирует, как... Второй раз... Она идентифицирует его на основе своего инстинкта, а мы его идентифицируем. Про инстинкты говорим или про того, что видит чайник или не видит? Не видит чайник, потому что у них нет понятия чайника. Они видят только объекты, которые вызывают опасность, не опасность. Можно есть, нельзя есть. А чайника он не видит. Это чайник, не видит. Какая-то штука черная. Да, какая-то штука черная и она не опасная. Чайник это то, чего не существует. И нейронная сеть этого создать не может, то, чего не существует Она может работать только с тем, что существует Про образ мы говорим Да, образ это то, чего не существует Да, образ она видит и распространяется Нет, она не образ видит, она видит то, что она видит Формирует образ Нет, как она может его сформировать, если его нету? Формируется по подобию Если образа нету, как ты будешь сформировать, если у тебя нету, на что это похоже? Она так и видит, это черный объект, не опасный, все, никакого образа не будет Вот он и сформировался Нет, это не образ Сформировался образ черного объекта Подожди, это не образ, это просто есть реакция, опасно, не опасно, это не образ Первый раз вижу чайник, смотрю, ой, в смысле, кружка У тебя вот есть вся система, потому что ты знаешь, что такое чайники Вот и ты формируешь образы Я не знаю, я вижу какой-то фрукт или что-то, первый раз в жизни Вот я вижу какая-то... Сразу ты говоришь, похоже на яблоко, на яблоко, похоже на это, не похоже Еще попробовал, по вкусу похоже У тебя есть прототипы образов А если нету прототипа, ты не можешь его увидеть То есть ты видишь что-то, но ты не видишь образа Я не могу идентифицировать это, но видеть-то я вижу Видеть, все Я про это и говорю Но это никакого отношения к образу не имеет Образ это то, что ты имеешь как прототип Я могу увидеть, но не могу обозначить или назвать Да, не назвать, не обозначить Увидеть я могу Да, конечно То есть, какая-то черная фигня стоит Даже черная фигня ты не сможешь сказать, потому что для этого нужно понять и черная, и фигня Ты просто видишь Вижу Все И дальше ты ничего с этим не делаешь А человек, он начинает с этим делать У него начинается Он вот в том-то и дело, что как он набрал первых образов Если первые образы, их просто видят и там ничего нету А он их вырвал и сделал обобщенными понятиями Вот, например, как появилось там понятие единичности Вот Платон задает вопрос Это самое трудное понятие Что такое единичное? Где-нибудь единичное в природе есть? Это все вещи В них понятия единичности нету Яблоко не одно, оно состоит из кожуры Его можно съесть Оно вообще развалится на много деталей Где одно? Где бы... Вот это как раз то первое понятие, которое равно само себе Где оно одно, как прообраз? Где оно одно, как прообраз? Я сам Я сам Точно Причем не просто я сам Потому что я сам это уже некое отделение Первое единое это Бог Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok